Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать всех, кто к нам присоединяется, кто нашел время, возможность послушать. Меня зовут Васюкова Ольга Владимировна. Я руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения Государственного научного эндокринологического центра. И мы сегодня открываем небольшую серию передач по эндокринологическим основным вопросам. И первый мой доклад посвящен ожирению, ожирению в современном мире за гранью реальности. Казалось бы, лето самое хорошее время для того, чтобы немножечко отдохнуть, немножечко привести в порядок мысли и чувства, и мы обсуждаем такую тему, как ожирение. Почему? Потому что те зеленые краски лета, которые так радуют наш глаз, к сожалению, практически исчезают с международной карты, которая говорит о том, что вот тот зеленый нежный цвет зелени гринери, который показывает благополучные регионы с минимальным распространением ожирения в мире, все больше и больше улучшает место более лазоревым и синим оттенком, которые показывают нам и говорят, что как взрослое, так и детское ожирение, к сожалению, неуклонно набирает силу и в настоящее время является самым распространенным эндокринным заболеванием. А что же в нашей стране? В нашей стране первый такой парадокс ожирения – это несоответствие данных официальной статистики и той реальности, в которой мы живем. Так, например, по данным StatCard за 2022 год, в России зарегистрировано чуть меньше 600 тысяч детей и подростков с ожирением. Однако, по данным эпидемиологических исследований, проведенных под гидой ВОЗ, проведенных в отдельных регионах в нашей стране, от 10 до 13% детей и подростков имеют ожирение, и еще до 27% несут избыточную массу тела. То есть почти 40% наших детей и подростков имеют лишний вес. Такие же цифры примерно и у взрослых. Если данные официальной статистики – это чуть больше 1,5 млн за 2022 год, то то, что касается крупнейшего национального исследования эпидемиологического, проведенного под эгидой ENDS, исследование Nation показало, что 31% населения имеет ожирение и еще 35% имеет избыточную массу тела. То есть 66% населения взрослого также несет этот тренд. И более того, самый, наверное, такой грустный тренд во всей этой истории в том, что эти цифры сегодня пока что только увеличиваются. И еще те редкие морбидные формы, которыми еще недавно мы гордили, что у нас нет в стране как морбидного ожирения детского, так и взрослого, к сожалению, увеличивается доля пациентов именно с выраженным морбидным ожирением, включая детей раннего возраста. Итак, как определить наличие или отсутствие избытка веса или ожирения? У детей, поскольку мальчики и девочки развиваются в разные периоды жизни немножечко по-разному, в качестве критериев используются стандартные отклонения индекса массы тела. Есть специальные таблицы, есть значения, вернее, графики коревых, которыми можно пользоваться, но мы отдельно определяем для девочек, для мальчиков в зависимости от роста, возраста. Определяем и все, что находится в пределах плюс-минус единица – это норма. Все, что превышает от одного стандартного отклонения до двух – это избыточная масса тела, и все, что больше двух – это диагноз ожирения. У взрослых немножечко попроще, нет разграничений по полу, то есть мы определяем просто индекс массы тела, и если вы тот счастливчик, который ездит на зеленом велосипеде, у вас все хорошо. А вот если цвет чуть-чуть смещается, приобретая желтые оттенки, в сторону избыточной массы тела или ожирения первой-второй степени, это, конечно же, повод задуматься о здоровье. Конечно, сегодня на международных площадках обсуждают о том, что вот такие абсолютные показатели индекса массы тела у взрослых и даже стандартные отклонения у детей не всегда отражают композиционный состав тела. И отчасти правы эти сторонники, которые говорят о том, что даже при нормальном индексе массы тела композиционный состав может быть не совсем адекватным. Но мы должны понимать, что все-таки антропометрические показатели – это наиболее доступный метод для исследования, поэтому сегодня это пока что официальный принятый метод исследования, и наличие других альтернативных вариантов определения наличия или отсутствия избыточной массы тела и ожирения пока остается предметом научной дискуссии, хотя и очень-очень правильных, интересных, потому что накапливается пол пациента, имеющих всех тех же метаболические нарушения, что при ожирении, с нормальным индексом массы тела за счет так называемого саркопенического, например, ожирения. В чем опасность трендов ожирения вообще? Это заболевание, которое, к сожалению, с годами только прогрессирует, переходя из детства во взрослое состояние и не просто оставаясь в лишних 5 кг, а неизменно увеличивая степень этого избытка от детства во взрослую жизнь. К сожалению, ожирение является тем состоянием, мало того, что это само по себе тяжелое заболевание, которое, с одной стороны, приводит к ряду хронических заболеваний. Мы прекрасно знаем истории развития сахарного диабета второго типа на фоне ожирения, а не алкогольной жировой болезни печени, которая сегодня лидирует красной строкой по всем международным форумам, как наиболее грозное осложнение, потому что это приводит к необходимости пересадки печени на фоне такого метаболического стеатогепатита у людей трудоспособного возраста, то есть у молодых еще людей. Это и развитие желудочно-каменной болезни. Но, что самое удивительное, само по себе ожирение, являясь фоном для других заболеваний, осложняя течение заболеваний, зачастую является еще и провокатором ряда, например, аутоиммунных заболеваний. Сегодня очень широко обсуждают эту связь единый патогенетический механизм развития ожирения и ревматоидного артрита, подагры и многих других заболеваний. На прошлой неделе закончилась ежегодная сессия эндо-2023, когда в Чикаго собирались ведущие эндокринологи мира, обсуждая различные вопросы по эндокринологии. Так вот, львиная доля секции была совершена как раз-таки обсуждение проблем ожирения. Наш национальный конгресс, отгремевший несколько недель назад, почти на треть был также посвящен этой проблеме. И на этих выходных открывает тоже работа Американская диабетологическая ассоциация, и уже в пресс-релизе докладов тоже большое внимание уделяется ожирению. Большое количество институтов, лабораторий в мире, которые работают, тем не менее, сегодня нет какой-то уникальной, единственной возможности справиться с этим состоянием. И поэтому, конечно же, все человечество волнует, что можно сделать, какие усилия предпринять. И сегодня очень много же что сделано для того, чтобы остановить эту эпидемию, охватившую всю планету. Еще одна из особенностей ожирения заключается в том, что при внешнем взгляде на пациента очень сложно сказать, что скрывается за лишними килограммами. И с точки зрения наличия или отсутствия метаболических осложнений, то есть мы знаем, что длительное время ряд пациентов остаются метаболически здоровыми, то есть они не имеют дислепидемии, жировых стеатогепатитов, артериальной гипертензии, но иногда даже при небольшом избытке ожирения мы имеем полный комплект метаболических осложнений. Но еще что самое интересное, ведь всегда интересно понять, почему причину ожирения. Так вот, попытки заглянуть в причину ожирения и найти генетическую основу показали, что если семейный портрет папы и мальчика справа – это моногенная форма ожирения, то есть когда мутация в одном гене строго привела сама по себе к развитию вот такого выраженного ожирения, то семейный портрет мамы и сына слева – это как раз-таки полигенное ожирение. Когда не обнаружено, по крайней мере сегодня, известными всеми возможностями, не установлен этиологический диагноз, и мы видим, что по совокупности наборов степень избытка одинакова. Итак, сегодня взгляд на ожирение с точки зрения попытки выделить генетические факторы разделяют все ожирение на две большие группы. Это моногенные формы, которые отличаются ранним дебютом, редкостью проявлений, и полигенные формы – это основная часть наших пациентов, когда, может быть, и в основе лежит несколько полимерофизмов разных генов, но вклад каждого из них невысок, и основная реализация зависит от той окружающей среды, в которой живет человек. Вместе с тем, 25 лет назад, когда был открыт лептин, и это привело к тому, что был открыт основной на сегодняшний день центральный механизм регуляции пищевого поведения и аппетита – это лептин-меланокартийновый путь. Тогда была инициирована группа британских ученых, было инициировано исследование для того, чтобы определить, какие же гены отвечают за аппетит и, соответственно, и связаны с развитием ожирения, так вот, среди большой когорты детей с ранним морбидным анамнезом было, это было более 2000 детей обследовано, процент выявления мутации в тех или иных генах этого пути составил не более 7%. Уникальность этого исследования в том, что впервые были описаны 9 форм моногенных, и было доказано, что есть реальные гены и области, которые строго отвечают за наши процессы насыщения, расходы энергии. Но в то же время процент пациентов, у которых находились эти мутации, был настолько мал, это было несколько десятков человек во всем мире, что, конечно же, это не могло объяснить всю ту эпидемию ожирения, которая уже 25 лет назад широко шагала по планете. Но в то же время за последние вот эти 25 лет исследования ученых всего мира открыли в этой области большее количество сигнальных молекул и путей, которые сегодня позволяют все-таки в большей степени выявлять среди морбидных форм те самые редкие моногенные формы. В чем необходимость этого и почему это так важно? В 1998 году к роду с автором описывают ребенка с бледной кожей, с рыжими волосами, с гипогликемией и вторично-радпочечниковой недостаточностью, который как раз-таки отличался развитием ожирения с ранней полифагией. 10 лет назад на прием к Эльвире Семеновне Кузнецовой приходит мама с годовалым ребенком, у которого было выраженное ожирение уже с возраста 4 месяцев, но мама на строгой диете удержала вес в течение года. И первое, из-за чего они пришли, это развитие гипогликемии. Поскольку тогда в аспирантуре медицин-докринологии проходила как раз-таки аспирантура Мария Меликян, то это было первое фактическое описание дефицита пропиемелано-картина редкой моногенной формы, связанной с тем, что нет, не образуется помп пропиемелано-картин, который является предшественником АКТГ. То есть это ожирение раннее с выраженной полифагией, с гипогликемиями вследствие гипокартицизма. И почему, собственно, бледная кожа и рыжие волосы? Потому что доказано, что мелокартина как раз-таки еще участвует в синтезе эумиелина, соответственно, обеспечивая пигментацию кожи и волос. Хотя позднее уже были описаны и пациенты с темными волосами тоже. И, соответственно, когда мы знаем вот такой вот уникальный ген, мы знаем уникальный дефект в этом гене, то, соответственно, уникальность данных форм заключается в том, что мы можем синтезировать вещества, и на сегодняшний день для этой формы существует и теотропное лечение. Это препарат сетмеланотит. Другая пациентка, которая была описана в прошлом году группой немецких авторов, тоже фенотип такой же, раннее ожирение, с бледной кожей, с рыжими волосами. К 12 годам она такая же была высокорослая, с очень ранним диабетом, с остеатогепатитом, с низким уровнем основного обмена. Невозможность остановки вот такого набора веса привела к тому, что ребенок был прооперирован в 12 лет, и несмотря на то, что она первоначально снизила хорошо вес после продольной резекции желудка, в последующем сохранение полифагии привело к обратному набору веса. При первичном генетическом обследовании, конечно же, попытались определить причину вот такой вот необычной формы, но секвенирование экзома показало какое-либо отсутствие мутации, и только уже исследование генома выявило мутацию, связанную с тем, что у данного ребенка при наличии нормального субстрата помка нет возможности реализации для этого помка, потому что как раз-таки белок, который образуется, является антагонистом рецепторов мелокартины, то есть он не дает действующему веществу связаться со своим рецептором, чтобы дальше запустить уже весь механизм дальнейший по контролю аппетита и по насыщению. Но опять же, вот эти фактически 20 лет, которые прошли с момента описания первой формы помк до вот такой более редкой и сложной формы, они как раз и отражают очень значительный прогресс генетики и всех исследований, проводимых в этой области, с возможностью выделения не только изучения экзомов, геномов, но и созданию плюрипатентных стволовых клеток, которые, с одной стороны, определяют те крюциальные пути в головном мозге, которые ответственны за выработку тех или иных веществ, а с другой стороны, являются основой для разработки таргетной терапии. Соответственно, полгода назад, понимая, что наверняка и в нашей популяции среди тех маленьких детей или наоборот очень выраженных морбидных взрослых, наверняка должны быть формы такие же морбидные, мы инициировали исследование по изучению генетических основ морбидного ожирения именно у детей. И на сегодня мы думали, что будет очень сложно набрать таких пациентов, потому что это редко, но за полгода мы набрали более 55 человек, и практически пока предварительно то, что мы имеем генетические результаты, почти в каждом втором случае мы находим тот или иной генетический дефект. Поэтому, если у вас есть такие пациенты, их можно направлять в наш центр для проведения вот такого генетического исследования и установления этиологической природы заболевания. Поскольку ожирения сегодня так много, что за диагнозом ожирения может скрываться и другой диагноз. И вот то, что мы привыкли, что в основном простое ожирение – это ожирение у папы, у мамы и в семье, то в качестве примера иллюстрирую пациентку, которая пришла в наш центр с жалобами тоже на длительное ожирение, которое врачи расценивали как семейный вариант, на артериальную гипертензию, которая ее очень мучила, у нее было постоянное повышение высокого давления, головные боли. Она прошла несколько стационаров, она была консультирована кардиологами, неврологами. В результате в нашем центре диагноз ей был ставлен за несколько часов, и причиной всех ее страданий оказалась огромная опухоль. К сожалению, в дальнейшем эта пациентка погибла, но иллюстрирую этот пример для того, чтобы понимать, что сегодня, когда человек приходит, они мало приходят к нам. Ведь специфика еще ожирения, почему у нас так мало по официальной статистике, в том, что зачастую и взрослые, и не говоря уже дети, редко приходят на прием к врачу. И наоборот, даже если они приходят к врачу с жалобами на что-то другое, не на лишний вес, это уже наша задача медицинского сообщества, то, что мы не всегда вовремя и правильно выставляем этот диагноз. И третья причина вот такого тоже резкого несоответствия между данными официальными и реальной картиной, которую мы имеем, это несовершенство наших статистических форм. Это то, над чем сегодня как раз таки мы также будем работать. Итак, сегодня за диагнозом ожирения, учитывая почти 60% населения взрослого и 40% детского, могут скрываться другие серьезные заболевания, и об этом тоже нужно думать. И в качестве еще одного иллюстративного примера, почему пациент с ожирением, это не просто сколько было попыток похудения, вы всегда пропускаете завтраки, завтраки, и как часто вы ужинаете, а обязательно посмотреть на этого пациента, будь то ребенок или взрослый. Почему? Даже банальный осмотр ручек, я привожу ручки ребенка, хотя на прошлой неделе к нам пришел с такими же вот ручками взрослый пациент, правда уже с удаленными дополнительными пальчиками. Итак, мы посмотрим первые ручки, то есть вот такие вот несоответствия укорочения четвертых пясных костей, это по рентгену, но и зрительно тоже видно. Вот такие вот подкорженные кальцинаты, которые также видно было при осмотре, и достаточно редкая форма ожирения, это псевдокипопаратериоз первого типа, связанный с мутацией в гнасгене. Но тем не менее диагноз ставится достаточно рано, можно поставить достаточно рано по яркому фенотипу и наличие вот такого яркого выраженного ожирения. Вторая история, это дополнительные пальчики рук и ног с рождения, это синдром Барди-Бидля, достаточно тоже заболевание, которое до недавнего времени считалось очень редким, а на сегодняшний день доказано, что оно все-таки встречается немножечко чаще, чем мы привыкли об этом думать, в силу того, что является вот таким больше как синдромальной скорее формы, хотя имеет в основе мутацию 26 сегодня известных генах, является целиопатии, характеризуется ожирением, наличием вот дополнительных пальчиков на руках, на ногах, сниженным интеллектом или особенностью поведения, гипогонадизмом, пигментным ретинитом, приводящих к стойке дистрофии сетчатки. И очень часто у этих пациентов и основным заболеванием, которое ухудшает качество жизни и продолжительность жизни, это болезни почек, и в первую очередь поликистоз почек с развитием хронической болезни почек и хронической почечной недостаточности. Так вот почему я говорю о синдроме Барди-Бидли сегодня, потому что здесь как раз-таки ожирение может проявиться в любом возрасте. И вот тот взрослый пациент, который к нам пришел, это было последнее, о чем он вспомнил, уже при осмотре, просто обращали на себя внимание, наличие рубцов, связывающих об удалении дополнительных пальчиков, что было сделано в раннем детстве. Безусловно, полидоктилия не является стопроцентным равенством для диагноза синдрома Барди-Бидли, но это вот те факторы анамнеза, фенотипа, которые обязательно нужно учитывать. Почему? Потому что, а, ряд редких форм имеют сегодня возможность этиотропного лечения, и, б, потому что если мы вовремя ставим диагноз и знаем, что это вот такое, как синдром Барди-Бидли, поликомпонентное заболевание, мы можем улучшать качество жизни этих пациентов и контролировать развитие тех или иных осложнений. Но это все редкое. А что же с точки зрения вот того основного полигенного ожирения, которое сегодня широко шагает по всей планете? Последняя теория рабочая, которая остается сегодня актуальной, это то, что в основе есть какой-то генбережливости. Эта теория была предложена американским генетиком Джеймсоном Нилом о том, что существует генетическая вариация, которая 200 тысяч лет назад помогала гомо-сапиенсу выживать, а на сегодняшний день в условиях избытка калорий и снижения физической активности она наоборот способствует вот такому быстрому набору веса. Однако на сегодняшний день все многочисленные попытки найти тот самый генбережливости пока что не увенчались успехом. И даже проведение полногеномных исследований, основанных на изучении анализа геномных ассоциаций, хоть и выявили безумное количество различных полиморфизмов, более 2 миллионов, но все-таки все эти полиморфизмы в совокупности не всегда объясняют выраженную вот такую вот эпидемию ожирения. Более того, даже в пределах одной популяции наличие определенных полиморфизмов у нескольких генов, у взрослых четко ассоциировано с развитием ожирения, а у детей, например, в этой же популяции нет. Что еще интересное, и то, что сегодня заставляет ученых всего мира работать в направлениях в поиске геномных ассоциаций. Ведь мы же достаточно сложные с точки зрения метаболизма в том числе. Так вот, оказывается, что микробиоты, которые сегодня уделяются тоже очень большое внимание с точки зрения развития и прогрессии ожирения, и с точки зрения возможности коррекции микробиоты как одним из компонентов терапии ожирения, оказывается, что и микробиоты тоже являются глубоко унаследуемым признаком. А еще мы все от рождения склонны любить или не любить сладкое, горькое, вкусное, соленое. А еще мы от рождения склонны по-разному реагировать на физическую нагрузку. И поэтому, если это все представить, что есть гены, которые отвечают, и в какой-то момент гены, которые заставляют нас больше есть сладкого, меньше хотеть двигаться или в меньшей степени реагировать на нагрузку, сойдутся в одном человеке, то вот такой вот эффект накопления за счет разных полиморфизмов, он, конечно же, может быть сопоставим с эффектом моногенного ожирения. Но пока это вот тоже такая теория, то есть в идеале мы ждем какой-то такой метабочип, который позволит в рамках одной популяции проводить исследования и, да, выявляя те или иные полиморфизмы, определять, есть риски или нет риски для того, чтобы уже правильно подбирать терапию. То, что есть на сегодняшний день у нас в наличии, мы возвращаемся к тому, что энергия поступающая должна быть равна энергии расходуемой, и в случае соблюдения этого равновесия стабильная масса тела. Почему мы вернулись к истории изучения энергетического обмена? Ровно потому, что за сто с лишним лет, которые прошли с момента создания первого калориметра, появились новые возможности для изучения обмена человека, и сегодня показано, что этот энергетический обмен человека, он достаточно является стабильным показателем, да, он максимален у детей, особенно у новорожденных, у детей первых пяти лет жизни, потом он снижается, но опять же не так, как мы думали, а все-таки остается достаточно на высоком уровне в течение длительной жизни человека и потихонечку уже снижается в более зрелом возрасте. Так вот, на сегодняшний день у нас появились новые аппараты, которые позволяют нам оценивать этот обмен не по расчетным формулам, не по сжиганию кусочка жира или мяса в калориметре, как были в первых опытах, а именно определять, как те или иные продукты окисляются внутри каждого организма. То есть у нас есть метаболографы, и в режиме вот такой вот непрямой калориметрии мы можем для каждого индивидуального пациента персонализированно изучать, как в его конкретном случае происходит окисление белков, жиров и углеводов. Так вот, эти исследования, которые проводились в нашем центре, проводятся в настоящее время, показали то, что для того, чтобы худеть, нужно обязательно есть. О чем я говорю? О том, что вот черная нижняя кривая – это уровень основного обмена, то есть базального метаболизма худых, а вот это вот, где кривые сверху, это уровень только основного обмена у полных мальчиков, у полных девочек, подростков. То есть исходно человек с лишним весом, в силу того, что жир – тяжелая субстанция, и часть детей, подростков и взрослых имеет еще и большее количество тощей массы, то есть они имеют еще и больший обмен веществ, именно базальный. И поэтому все диетические мероприятия, которые рекомендуют какие-то резко ограничительные диеты, рестриктивные или прочие, для обычного пациента с обычным ожирением, если мы не говорим о первой неделе месяца у пациентов после бариатрической операции, они, к сожалению, губительны. И международные исследования показали, что вот такое вот только стабильное снижение массы тела в течение трех лет наблюдалось именно у тех пациентов, которые находились на нормокалорийном рационе. Поэтому наличие диетолога в штате той команды, которая консультирует, ведет пациента с ожирением, является строго-строго крициальным. Итак, сегодня у нас есть не только возможность в нашем центре исследования основного обмена в покое, как у нас было до сегодняшнего дня, но также и при нагрузке. И вот тот аппарат, который мы получили совсем недавно, исследование именно при той нагрузке индивидуальной, чтобы рассчитать, как должен человек с лишним весом, особенно с ожирением, не в условиях спортивного зала, потому что большинство наших пациентов все-таки не спортсмены, а вот именно как ему дать ту физическую нагрузку, которую бы он смог выполнять, для того, чтобы это было эффективно с точки зрения его жиросжигания. И обязательно, конечно же, наши пациенты задают нам вопросы, как они должны правильно спать, а мы обязательно проводим исследование качества сна, полисомнографии или исследование кардиореспираторного мониторинга, потому что помним, что до 40% наших пациентов имеют нарушение, имеют синдром обструктивного апноэ сна, и при прогрессии индекса массы тела, то есть при морбидных формах наличие апноэ сна регистрируется от 70 до 80% пациентов. И, соответственно, если мы не проводим это исследование, если мы не регистрируем наличие апноэ, если мы не подбираем терапию правильную сипапами и байпапами, то, соответственно, все остальное, какую-либо терапия по поводу ожирения, она будет не совсем эффективна, пока мы не восстановим это правильное дыхание. Мы не должны забывать еще и того, что ожирение является частью расстройств пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения характеризуются тем, как сказал Финс Кордерут, известный норвежский психиатр, что тело и еда становятся своеобразным языком, при помощи которого пациент заговаривает свои чувства и проблемы. И около 43 пациентов с депрессией страдают ожирением, а около половины пациентов с нарушением пищевого поведения имеют признаки тревожных и депрессивных расстройств. У женщин с индексом массы тела более 30, то есть это только-только первая фактическая степень, депрессия встречается вдвое чаще. И недовольство своей внешностью, то, что мы часто очень наблюдаем у подростков, также является значимым предъявлением депрессии среди девочек. То есть мы должны всегда учитывать, нет ли за маской ожирения какого-то психического расстройства как такового, либо вторичное наличие лишнего веса тоже может усугублять психологический фон. Об этом Татьяна Анатольевна Захарчук сегодня тоже обязательно расскажет. И, соответственно, без коррекции вот этого нарушения, депрессии особенно, то есть без привлечения психолога и психотерапевта также какое-либо дальнейшее лечение ожирения будет неэффективным. Поэтому наличие психолога у нас есть в штате психотерапевта обязательно. Удивительным открытием было для нас то, это исследование международное, которое было проведено в 10 странах, но мы протестировали родители наших пациентов и пришли, к сожалению, к тем же результатам об отношении детей, подростков и родителей к проблеме лишнего веса. Так вот, подростки во всем мире оказываются достаточно строгими по отношениям к себе, что они понимают, что ожирение – это все-таки плохо, они понимают, что это оказывает плохое влияние на их здоровье и прочее. Основной мотивацией они считают, что это желание не нравится кому-то, а именно желание быть в хорошей форме и быть здоровым. Но вот то, что было совершенно удручающим, это то, что большинство подростков берут ответственность за снижение веса на себя. И что самое удивительное, почти 40% родителей опекунов считают, что снижение веса является зоной ответственности самих подростков. То есть мы говорим о том, что наряду с необходимостью мультидисциплинарной команды, наличие специализированного центра, который занимался бы такими пациентами с ожирением, необходимо привлечение семьи. И, конечно же, будь то какая идеальная любая тарелка, разработанная по питанию, с идеальным подсчетом калорий, с идеальным составлением графика питания, до тех пор, пока не будет реализации в семье всех тех пищевых признаков, привычек и традиций, конечно же, какого-либо значимого длительного удержания результата по снижению массы тела, как касаемо детей, так же и касаемо взрослых, конечно же, не будет. И осознав это все, мы открываем первую семейную школу управления весом, стартуем мы 1 июля, то есть мы приглашаем всех, это могут быть и взрослые семейные пары, это могут быть пары и дети, и подростки, то есть мы будем работать отдельно со взрослыми, отдельно с детьми, и дополнительно у нас в конце будет такой общий баттл с общим заданием по результатам того, что усвоили или не усвоили. Нам необходимо для того, чтобы и мы понимали те вопросы, те проблемы, которые волнуют наших пациентов и готовы обсуждать это совместно. Поэтому всех приглашаем к нам на школу. Ну и напоминаем, что мы небольшой центр, Межинсуцкий центр лечения профилактики метаболических ожирений, лечения профилактики метаболических заболеваний ожирения, который находится в структуре нашего огромного старинного, горячо любимого всеми эндокринологического научного центра. Поэтому, конечно же, за годы существования Энса, ему почти 100 лет, в этих стенах накоплен уникальный опыт, накоплены уникальные специалисты, методики, поэтому абсолютно все структуры и подразделения всегда рады помочь и нам, и нашим пациентам. Поэтому, если есть такие пациенты, если есть желание каких-то совместных научных проектов, мы всегда открыты и будем рады всем предложениям. Благодарю за внимание.